Что лечить? Аденому или простатит? Простатит и аденомопростаты, или доброкачественная гиперплазия предстательной железы, это разные заболевания, связанные только тем, что они развиваются в одном органе. Простатит это воспаление, аденома это доброкачественная опухоль. Простатит может быть у молодых, аденома всегда в состоянии андрогенодефицита, условно после 45-50 лет. И я попытаюсь кратко рассказать об основных отличиях в лечении аденомы и простатита. Смотрим видео до конца. Почему же такой вопрос появился, что лечить, аденому или простатит, вы поймете из комментария моего подписчика. Доктор, я в замешательстве. Скажите, пожалуйста, как понять, что у меня, аденома или простатит? На первом УЗИ мне поставили диагноз аденома. Объем простаты при этом 46. Остаточная моча 60 мл. Через два месяца я делаю повторные УЗИ простаты, но уже у другого врача и у меня уже объем простаты 26. Остаточная моча всего 3 мл. Известны ли вам в вашей практике подобные случаи? И какому УЗИ мне теперь верить? Согласно первому УЗИ у меня аденома, а согласно второму УЗИ у меня простатит. С самого начала симптоматика у меня была такая же как при простатите, также за ночь встаю один-два раза в туалет, струя мочи иногда бывает тонкой и вялой, но не всегда. Анализы простотоспецифический антиген 0,5. Так что же мне лечить, простатит или аденому? Симптомы одинаковые при разных заболеваниях. Может быть такое? Конечно. Головная боль при артериальной гипертонии и при опухоли головного мозга остается головной болью. И тут же комментарий подписчика поддерживает другой парень и делится своим опытом. Именно так было и в моем случае. Первое УЗИ я делал в частном УЗИ-центре, а второе в бюджетном больничном стационаре, где лежат и лечатся больные. Как говорится картина маслом. Вот такая разница в объеме простаты у одного и того же человека. 46 и 26 сантиметров в кубе. Почти в два раза. И остаточная моча 60 миллилитров и 3 миллилитра. Как верить данным УЗИ? Какие выводы делать? Про фокусы УЗИ-диагностики я рассказывал не раз. Вот в этих видео. Разность в измерении объема простаты. Как выбрать врача УЗИ-диагностики. Я ссылки закреплю на эти ролики в описании. И погрешность измерений при УЗИ предстательной железы достигает 30-40%. И что лечить? Увеличенную простату, аденому или простатит, воспаление? Часто такое появляется. Я сталкивался с такими случаями в своей практике и ваши комментарии подтверждают, что проблемы, которые я рассматриваю, отражают именно жизненные ситуации, а не простое рассуждение о теории большого взрыва. Кому-то покажутся странными вопросы, которые я рассматриваю. Но вот она, ситуация из ваших комментариев, которую полностью подтверждает мой жизненный опыт. И в таких сложных ситуациях оказываются мужчины часто. И главная цель моего канала образовательная, чтобы вы представляли основные сложности и варианты, с которыми можете столкнуться. Напишите о случаях, с которыми вы сталкивались в комментариях, которые приводили вас в тупик или в ситуацию ощущения какого-то абсурда, совершенно непонятную ситуацию с оценкой вашего здоровья. К сожалению, часто врачи УЗИ-диагностики, да и урологи относятся к своим обязанностям формально, следуя инструкциям, алгоритмам и шаблонам, которые сформировались в их сознании в результате обучения или в результате инструкции или давления администрации. Часто врач УЗИ не интересуется конкретными проблемами и жалобами пациента, не интересуется историей, какие были данные предыдущих исследований, как можно проследить тенденцию развития болезни. И поэтому нельзя относиться к данным исследований как к абсолютной истине. Вот у меня было в простата 32 кубических сантиметра, а стало 29, значит стало лучше. Никаких выводов сделать по этим цифрам нельзя. И как ответить на этот вопрос? Что же делать и что лечить? Из всех лечебных мероприятий и лекарственных препаратов, которые затрагивают именно патогенетические механизмы, то есть причинные механизмы развития болезни, в лечении таких лекарств совсем немного. Что касается аденомы, это альфа-адреноблокаторы, например, которые облегчают раскрытие шейки мочевого пузыря, но никак не действуют на факторы роста и развития аденомы. Вторая группа реальных препаратов это ингибиторы 5-альфа-редуктазы, которые могут уменьшить в размерах аденому больших размеров, именно больших размеров, но только процентов на 20-30, и то после 6 месяцев длительного достаточно приема. Кроме того, в виде побочного действия будет обязательно снижение либидо и потенции, и предвидеть заранее будет это уменьшение или нет, вот именно у этого человека невозможно. Надо сначала принимать 6 месяцев, и тогда поймешь, уменьшился объем или нет. А если представить такую разницу в объеме простаты, как вот приводил наш подписчик, в 2 раза, конечно появляется вопрос, кому верить и что лечить. Так что лечить аденому понятие чисто условное. Я рассказал про две группы препаратов, которые на нее реально оказывают какой-то эффект. А все остальные так называемые лекарства симптоматические. Растительные типа сиреной репин, спигевом африканум, препараты из тыквы и прочее используются много десятков лет, и они никакой революции не сделали. Огромный опыт применения этих препаратов накоплен, и больше данных за их неэффективность. Эффект на симптомы около 10-15% где-то. И опять же, будет требоваться 6 месяцев приема где-то, 3 минимум, после которого можно делать какие-то выводы. То есть они направлены на облегчение симптомов аденомы, а не на ее развитие. Я сегодня, конечно, говорю о тех стадиях аденомы, которые не требуют хирургического лечения. Иногда она достигает именно такой стадии, что нужна операция. И лекарственные терапия бесполезна. Что касается простатита, то относительно патогенетическое лечение, направленное на лечение причины, это доказанная бактериальная причина воспаления в простате. И тогда использование антибактериальных препаратов может уменьшить или ликвидировать воспалительный процесс в простате. И здесь бы я не рекомендовал, а именно настойчиво предостерег от бесконтрольного приема антибиотиков. К сожалению, очень часто ребята идут по этому пути. Сдают посевы, получают какой-то результат по условно-патогенным бактериям и решают принимать антибиотики. И так 3, 5 и больше раз в год. Получают полный дисбаланс кишечной микрофлоры, следовательно иммунные системы и все вытекающие из этого последствия. В связи с вышесказанным ставить вопрос вот именно так, что же лечить аденому или простатит, если говорить о серьезном патогенетическом лечении, которое направлено на причины болезни, радикальных отличий совсем немного и о них я сказал. Поэтому большинство лечебных мероприятий по лечению аденомы и простатита будут пересекаться, потому что несут симптоматическое лечение, направленное на ликвидацию какого-то симптома, который мешает жить, а все остальное вспомогательные средства и мероприятия, направленные на улучшение кровообращения, улучшение так называемого метаболизма в предстательной железе, предотвращение развития рубцовой ткани или борьба с ней, какие-то растительные компоненты, там от луковой шелухи до гриба чаги, корня лопуха, полыни и соды. И если еще добавить, что причины условного простатита и, соответственно, симптомов, которые мешают вашей жизни, могут быть в варикозных изменениях вен малого таза, в нарушении функции периферических нервов от рецепторов, то есть от мельчайших окончаний нервных во внутренних органах до изменений в пояснично-крестцовом отделе позвоночника, от нарушений тонуса мышц промежности и внутритазовых мышц. Могут быть ишемические изменения, связанные с нарушением артериального капиллярного притока крови, изменение подвздошно-крестцового сустава или дисбаланса симпатической и парасимпатической частями вегетативно-нервной системы. Это все называют простатитом или синдромом хронической тазовой боли и можно себе представить, что сводить всю диагностику и выводы к УЗИ предстательной железе и оценке ее объема важно, но совершенно недостаточно и рекомендовать универсальное лекарство невозможно, потому что индивидуальных вариантов причин всего вот этого спектра изменений великое множество. Нужно оценить индивидуальную ситуацию, которая только у вас, чтобы понять в каком направлении двигаться в лечении и ликвидации неприятных симптомов, которые мешают полноценной жизни мужчин. Программа «Мужское решение» – стратегия мужского здоровья. Пройди тестирование, получи рекомендации. Настоящие мужчины не тормозят. Кто в затруднительном состоянии и прошел неоднократные попытки исправить ситуацию без успеха или с временным успеха, я приглашаю в мою программу «Мужское решение» на сайт уротестинг.ру, где я попытаюсь разобраться с вашими индивидуальными особенностями и выстроить стратегию мероприятий по улучшению мужского здоровья. Всем мира, здоровья и оптимизма! До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!